Всем привет! Меня зовут Ярослава Громакина, я автор блога нашедети.ру Сегодня я хочу рассказать вам, поделиться опытом использования контактных линз разных фирм и о своих впечатлениях. Вообще я помню, что контактными линзами я не пользовалась очень долго, по одной простой причине, потому что я пользовалась очками. И мне казалось, что что-то себе засовывать внутрь глаза, а потом оттуда это выколупывать, это как-то странно, что это, наверное, больно, неприятно, опасно, каким-нибудь заражением. И я не пользовалась. Но были такие ситуации, когда мне приходилось выступать, допустим, со сцены или перед большой публикой. И тогда, потом, позже просматривая видео, например, или фотографии свои по сцене, мне казалось, что все-таки в очках выглядит вид, ну, не очень красиво, наверное. Постоянно что-то напереносится, не дай бог эти очки чуть-чуть потрогаешь, заляпаешь, и будет плохо видно. К очкам нужно было постоянно также наносить этот футляр, микрофибру, чтобы протирать. Если очки, ну, линзы на очках поцарапал, это будет постоянный дискомфорт и так далее. Мне предстояло тоже одно из мероприятий профсоюзных. И тогда я решила перед ним попробовать купить себе линзы. То есть, ну, нельзя же сразу надеть линзы и носить их практически там полдня, потому что это неправильно. За несколько дней до мероприятия я купила линзы. Мои первые линзы были это Акувью на две недели. Вообще линзы мне сразу понравились. Было необычное ощущение, когда линзы одеваешь, потому что резко стало видно все хорошо. Ну, на тот момент зрение у меня было где-то в минус два. Все равно даже, может быть, это не очень большой минус для диоптрии, да? Но, тем не менее, когда одела линзы, стало сразу все так хорошо видно, и при этом ничего здесь не было на уровне носа, да? Ничего не мешалось, и как-то вдруг мозг, наверное, не сразу понял, почему вдруг стало хорошо видно. Когда вышла на улицу, я был уже вечер, было очень хорошо видно фонари там, в окошках свет. Светофоры, сколько секунд осталось там, чтобы перейти дорогу. Это было очень здорово, мне понравилось. Сняла линзы я тоже очень легко, методом щипка, да? На тот момент я купила, говорю, линзы, я купила двухнедельные, и вместе с ним мне посоветовали взять вот такой большой раствор. Юрмойст, оптифри. От фирмы Алькон. Большая коробочка, большой раствор. Хватает надолго. Увлажняет линзы очень хорошо. Хоть и линзы были написаны срок пользования две недели, я пользовалась им, наверное, чуть подольше, конечно, около месяца. А потом, как оказалось, такими линзами можно пользоваться гораздо дольше, потому что... Две недели, это подразумевается постоянные носки. Вы же не носите их постоянно, вы же в них не спите, не одеваете их каждый день. И поэтому можете носить их, конечно, дольше, учитывая то время носки, оно должно составить две недели. Поначалу, конечно, за линзами ухаживаешь очень сильно, их постоянно, контейнер моешь, протираешь, потом это все как-то забивается. Раствор, вот этот, например, пьюрмойстон, можно сказать, дезинфектант, поэтому защищает не только от каких-то загрязнений органического происхождения, которые на ваших руках, в общем, жировые отложения, липидные какие-то, да, ну, а также от бактерий, которые могут попасть, допустим, на линзу, достаточно часто можно просто менять этот дезинфицирующий раствор, что-то, вот. Потом я взяла линзы другой фирмы, когда курии двухнедельные закончились, ну, как говорится, скупое платье дважды, мне показалось, что две недели, и такая цена, это достаточно дорого для линз, поэтому я решила взять линзы, которые были рассчитаны на три месяца, вот, это была большая ошибка. Но тогда я об этом не знала, конечно, я взяла из лучших побуждений, чтобы не так часто менять, и мне показалось, чтобы сэкономить поделенное количество денег, я взяла, сейчас не скажу, какая фирма была, но на самой линзе, когда ее одеваешь, когда смотришь, выбранта она или нет, на ней были написаны две английских буквы, не помню каких, между ними было «ent», похожая на восьмерку. Что я ощутила сразу, когда взяла эти линзы? Даже на просвете, на пальцах, было видно, что они очень толстые, в сравнении с теми же, а кубек, они очень тоненькие, они как чуть-чуть потолще, может быть, полуэтилена, приятные, на ощупь мягкие. Эти линзы, они были, конечно, гораздо более жесткие и толстые. И когда, допустим, я поставила их в глаза, сразу было чувство дискомфорта, вообще сразу. Было такое чувство, что в глаза насыпали песка, постоянно хотелось вот так проморгаться, казалось, что глаза очень сухие, что надо их как-то смочить чем-то. Был ужасный дискомфорт. Я поносила линзы не очень долго и решила их снять. Обычным методом щипка, как для кубью, я их сняла, положила в контейнер. И на следующее утро я не смогла их развернуть, точнее, одну не смогла. Когда я на следующее утро открыла контейнер, обе линзы были слипшиеся. Прямо вот как их защипнул, так они остались слипшимися наполовину, да, в полукруктов. И у меня, значит, в наборе к линзам идет, ну, в контейнер идет специально такая лопаточка, да, для, может быть, для этих целей, чтобы как-то линзу раскрыть, да. Я попыталась одну линзу с помощью этой лопаточки раскрыть. Вся вспотела, наверное, пока я ее раскрывала. Еле-еле она разлепилась. Знаете, вообще она прилипла очень сильно. Еле-еле разлепилась. Сразу стала как будто какая-то деформированная. Вторая линза была вся слипшаяся. Я также ее пыталась разлепить. У меня ничего не получилось. Я начала психовать. А, при этом я первую линзу как бы надела. И один глаз стал видеть хорошо, другой не видит плохо. И от того, что так вот смотришь, когда вторую разлепляешь, вот это разное четкое зрение, как будто голова хочет заболеть. Мне это не понравилось. Я начала психовать. Подошел мой муж и сказал, да, я тебе помогу. Он как мужчина решил, что если он приложит больше сил, и посильнее начнет дергать, она быстрее разлепнет. Но линза просто порвалась. Я не стала на него ругаться, потому что он как бы был, наверное, не виноват. Дело в том, что в самой линзе и производителе. Но я не решила, решила не отчаяниться. Я пошла, ну, в одна клесть же как бы линза, да, не хватает только второй. Я снова пошла в оптику и купила... Я снова купила линзу этой фирмы на три месяца. Спросила, почему так, почему не заслепись. Мне сказали, что эта фирма, она, конечно, похуже, чем Акувью. И что сами линзы вот этой фирмы, этого производства, они очень сухие, в них мало влаги. И когда вы их снимаете, нужно их сразу расправить. То есть с Акувью вы сняли, положили, она сама там расправится, ничего не случится, она дышащая, да, очень такая гидротированная. То вот эти линзы, они сухие и действительно могут слипнуться и вот так, не разлипнуть. Хорошо. Я все-таки взяла еще одну линзу на три месяца, опять ее вставила. Опять было чувство дискомфорта, сравнимое на этот раз с тем, что как будто вам в глаз попала ваша же ресница. Бывает, да, тоже такое чувство. Ну, оно может быть аналогично предыдущему, когда попадает песок. Но вот мне почувствовалось, что именно как-то больно было. Вот. Я проходила в линзах опять где-то полдня. Когда я их снимала, я их снимала очень быстро, очень быстро методом щипка вытащила. И уже на тот момент, даже за одну секунду, когда я снял, пыталась расправить, уже было видно, что они как будто слиплись. Но расправила, положила в раствор. Оптифри пьюной стал хальком, да. И оставила их там. Уснула. На следующее утро просыпаюсь, не могу открыть глаза. То есть открыть глаза не могу, вот так вот. Разлепляю. Хожу к зеркалу, все глаза вгною. Оба глаза. Двусторонний конъюнктивит. Белок в глаз весь красный, весь в венах. Глаз так открывает, что тут что-то вытекает непонятно. В общем, конечно, неприятно очень чувство. Я разозлилась на эти линзы, на себя, что решила вот так сэкономить. Купила, естественно, капли в глаза с антибиотиком. Дня через три, наверное, как бы все прошло. Но все равно длительное время потом я не носила линзы вообще, потому что при конъюнктивите линзы не носят. Ой, что это? Простите. Что это тут такое? Музыка без авторских фраг. Прошу, прося. Вот, ладно. Чем вас, значит, на конъюнктивите, да? Больше эту фирму линз я не покупала никогда. Покупала постоянно Акувью. Акувью меня устраивали. И экспериментировать так с другими фирмами я не решила. Все-таки решила брать качественные, пусть и подороже, и с небольшим сроком эксплуатации линзы. Но для своего хорошего, комфортного зрения. Не так давно я зарегистрировалась на сайте Бузар. Этот сайт для тестирования предметов на дому. Уже я была как-то зарегистрирована на похожем сайте. И мне даже однажды из Нидерландов приходила посылка. Это была плойка для волос. Очень хорошая, керамическая. Я пользуюсь ей до сих пор. И уже очень много лет она лежит на работе. И все коллеги у меня ее просят. Мы с удовольствием пользуемся. Но потом почему-то этот сайт стал присылать. Мало заявок, мало опросников. Я их перестала тоже проходить. И товары больше не присылали никаких. Поэтому я зарегистрировалась на сайте Бузар. Прошла там несколько опросов. Заполнила анкету. И вот один из них был по линзам фирмы Алькон. Ну, Алькон, я говорю, производитель вот такого раствора для линз. Для хранения контакта. Вот линз увлажняющего вещества. Вот. И записала свои диоптрии. Также там было написано, что вы можете взять эти линзы не только для себя, но и для троих своих друзей, если у них есть отрицательное зрение. Для этого нужно было также записать, какие у них диоптрии. Я решила взять линзы для своей сестры. Она, кстати, начала пользоваться линзами гораздо раньше меня. И это она мне как бы посоветовала вообще начать ими пользоваться. Потому что, я говорю, раньше пользовалась очками. Ну, а я видела, что моя сестра пользуется. Мало того, у нее... Ну, я как медик, кстати, какие у меня ногти короткие. Да? Нам нельзя. Нельзя. Носи длинные ногти, иначе на нарушение считается санпина. И тебя просто, напросто, будут постоянно лишать каких-нибудь стимулирующих задлинных ногтей. Да, у сестры у нее такие длинные ногти всегда нарушенные, очень красивые, с маникюром. И она пользовалась линзами. И мне казалось, что как можно с такими длинными ногтями? Это же неудобно. Нет, это очень удобно. Когда я была в отпуске, тоже моя сестра мне посоветовала сделать ногти. Я сделала. Линзу очень удобно вытаскивать именно со мной. Вытаскивать вообще длинными, нарушенными ногтями. В общем, просто чук-чук. Даже вставлять нормально. Я хочу сказать, что одну пару линз я взяла для своей сестры. У нее диоптри поменьше, чем у меня. У нее минус 1 и 1,25. Одни линзы я взяла парочку для своей подруги Юлии. Она линзами не пользовалась вообще никогда. Как это в глаз составлять? У нее зрение минус 2,75. И одни линзы я взяла для своей коллеги. Она сработала над регистратором. Хорошая девочка. Такая мне очень симпатичная. Я увидела, что она пользуется линзами. И в принципе, их очень легко увидеть тем людям, которые пользуются сами. Потому что вокруг зрачка, да, такой синеватый ободочек. Я подошла, спросила девушку, вы линзы инфульсистами, да? Я говорю, вот могу вам. У вас какой минус? 4,75. Ну, я говорю, могу вам взять линзы и в подарок они будут. Вы должны просто протестировать небольшой отдых. Скажите, понравилось? Не понравилось? А, согласилась. А потом, ближе к Новому году, мне позвонили. Сказали, что я прошла отбор, что линзы мне придут. Еще раз уточнили мой адрес. Правильно ли он был записан. Все было верно. Я стала ждать. Ну, как ждать? Так периодически вспоминаю. А потом на мою электронную почту стали приходить письма о том, что пора делать отчеты о линзах. Что-то мне показалось, что это какой-то развод. То есть, линзы мне не приходили. Чем я не пользовалась. Какой может быть отчет? Я даже не писала в техподдержку. Говорю, никаких линз не было. Какой вам нужен отчет? Но прошли новогодние каникулы. И 9 числа, 9 января, когда был первый рабочий день после Нового года, мне позвонили с курьерской службы доставки и сказали, что мне пришла посылка. Я чуть сразу так и поняла, что это будет посылка именно с линзами. Мне на тот момент дома не было. Я находилась на работе. Работу я не так далеко от дома. И курьер согласился. Привет, молодой человек. Согласился привезти меня прямо на работу. Посылку привез. Все там тоже коллеги с ним спрашивали, что это что такое? Что случилось? Я говорю, вот сайт, тестирование предметов. Они потом все-таки радостные. Давай рассматривать что-то. Посылки есть. Все потом зарегистрировались тоже на сайте Budar. Линзы. Хорошие, нормальные линзы. Тем, кому я раздала, девчонкам, тоже всем понравилось. Говорят, что в течение дня абсолютно комфортно. Видимость отличная. Надеваются, снимаются легко. При очень длительной носке с утра до вечера, в конце появляется небольшой дискомфорт. При любых линзах. Но мало того, что в набор к линзам Alco, Air Optics они назывались, к ним шел вот такой набор. Моего любимого средства. Многофункциональный раствор для очистки линз. Такая пачка небольшая. Вообще, я беру, конечно, пачку вот такую всегда. Она больше. В этой пачке всегда входит в комплект футляр для линз. Я уже его убрала. Я его подарила. Потому что у меня этих футляров для линз целая куча. Потому что они идут в подарок с этой пачкой. К тому же я им не пользуюсь. Так как есть контейнер для носки линз вообще, которые я ношу постоянно с собой в женской сумочке. И этот контейнер, он не просто в нем два, да, отделения для хранения линз. Там есть специальный такой пинцет для извлечения линз лопаточкой и зеркала. Что еще хочу сказать? Если вы никогда не пользовались линзами и пока боитесь их брать, то я вам могу посоветовать взять для начала однодневные линзы. Вот можно фирма Алькон, либо Акувью. Мне понравились эти пироги. Возьмите подороже, но попробуйте зато качественно сразу. Потому что если бы я впервые взяла вот эти линзы, да, с английскими буквами большими, которые даже не запомнила, как называются, я бы, наверное, разочаровалась, но всю жизнь никогда бы больше их не брала. Линзы вообще. Поэтому берите, пользуйтесь. И хорошего вам зрения. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Заходите на мой сайт наши дети.ру. Ссылки на сайт Бузар. На свой канал, наверное. И на свой сайт я оставлю в описании. Всем спасибо. До новых встреч.